Добрый день! Я Юлия Вишки, и это проект «Немецкий алфавит 20 век». Немецкий алфавит 20 век – это события, люди, явления, которые сформировали 20 век в Германии и сделали его таким, каким мы его знаем сейчас, таким образом повлияли и на остальной мир. Каждый выпуск посвящен одной букве. В каждом выпуске я произвольно выбираю несколько понятий на эту букву и знакомлю вас с ними. Это всегда познавательно, но не только. Это еще и развлекательно. Добро пожаловать в немецкий алфавит 20 век. Сегодняшний выпуск посвящен букве К. Настал исторический момент для нового объединения Германии, говорит Гельмут Коль в своей речи в Дрездене в 1989 году. И это объединение состоится менее чем через год после его исторической речи. Номер 4 на букву К. Гельмут Коль. Федерального канцлера Гельмута Коля называют канцлером единства, канцлером объединения Германии. Это не преувеличение. Без Гельмута Коля не было бы объединенной Германии. Или бы она случилась не так быстро. Дело в том, что после падения Берлинской стены, о Берлинской стене смотрите, пожалуйста, в букве Б, так вот после падения Берлинской стены было легче предотвратить объединение Германии, чем сделать его возможным. Почему? Потому что все были против. Франсуа Миттеран был против, Маргарет Тэтчер была против. Соединенные Штаты Америки тоже сомневались говорить о том, что согласится Михаил Сергеевич Горбачев, когда вообще соглашался Советский Союз. В общем, весь мир был против. Гельмут Коль всего за несколько месяцев убеждает всех в том, что новая Германия — это небольшая, сильная, страшная Германия, которую снова стоит бояться, а новая Германия — это ключ к мирной, открытой Европе. Мирная, открытая Европа, Европа без границ, Европа с единой валютой — это была личная мечта самого Гельмута Коля. Гельмут Коль родился в 1930 году. Родился в регионе, который разорван был войнами на протяжении многих столетий. Это регион Фальц. Он родился в городе Людвигсхафен. Для того, чтобы быть призванным на военную службу, он был еще слишком мал. Но, тем не менее, он узнал все ужасы войны. Людвигсхафен — город промышленный, он подвергался очень сильным бомбардировкам. И Гельмут Кольм мальчиком хоронил тех, кто погиб от бомбардировок. Кроме того, он тушил горящие дома. И для него тот опыт является ключевым. Он быстро идет в политику. Ему было 16 лет, когда он начинает заниматься политикой. И он мечтает о Европе, в которой бы не было войн, в которой бы все было открыто, в которой бы все было понятно. И объединенная Германия для него — это как раз такая Европа. И шаг к такой Европе. Гельмут Кольм сделал объединение Германии возможным. Благодаря своему искусству убеждения. Благодаря тому, что действительно верил в эту Европу, которую он и после объединения Германии продвигает дальше в жизнь. Это его идея расширения Европы на Восток. Это его идея наконец-то ввести в жизнь Евро. Гельмут Кольм — канцлер объединения. Об объединении подробнее на букву О. Я верю в достоинство и неприкосновенность каждого человека. Я верю, что все люди под Богом равны в своем праве на свободу. Я клянусь, что буду противостоять любой агрессии на свободу, любой тирании, где бы они ни происходили. Эту клятву и голос колокола свободы можно услышать каждое воскресенье на одном из каналов радио в Германии. Дочно от радиокультура. Раньше колокол звучал даже каждый полдень по радио Риас. Было это до падения Берлинской стены. Колокол свободы — третье место на букву К. Идея колокола свободы принадлежит Лусиусу Клею. Лусиус Клей, так называемый отец воздушного моста, об этом на букву В, был в свое время военным губернатором американского сектора Западного Берлина. И уже будучи в Соединенных Штатах Америки, он предлагает сделать городу, с которым его столько связывало, подарок — копию знаменитого легендарного Liberty Bell в Филадельфии. Пожертвования на колокол и подписи собирают всеми Соединенными Штатами. И колокол в конечном итоге был сделан уже в Великобритании и по морю приезжает сначала в Бремерхафен, а потом и в Западный Берлин. Было решено установить колокол на башне ратуши Шойнеберга. Шойнебергская ратуша является в момент разделения города политическим сердцем Западного Берлина, поскольку правительство Западного Берлина находится как раз в Шойнебергской ратуши. 24 октября 1951 года состоялось торжественное открытие колокола свободы. С тех пор каждый день в 12.00 на 1 мая, на Рождество и на Новый год можно слышать колокол свободы. Он стал символом свободного города, символом Западного Берлина. Он стал символом свободного голоса. Колокол свободы и есть голос свободы. Номер три на букву К — колокол свободы. 7 декабря 1970 года. Холодный серый день в Варшаве. Вилли Брандт, федеральный канцлер Германии, возлагает венок у мемориала жертвам восстания в Варшавском гетто. Он поправляет ленточку, отходит на одну ступеньку назад и встает на колени. Все, кто рядом с ним, изумлены и удивлены. Все, кто стоит пооды и вдруг не видит канцлера, начинают думать, что что-то случилось плохое, канцлеру стало плохо или совершено нападение. Но ничего плохого не происходит. Просто канцлер молча стоит на коленях целую минуту перед мемориалом жертвам восстания в Варшавском гетто. Эта фотография обойдет на следующий день все центральные газеты мира. Колено преклонения в Варшаве. Номер 2 на букву К. Предыстория отношений Польши и Германии, Федеративной Республики Германии и Польской Народной Республики на тот момент непростая. В 1939 году был подписан печально известный пакт, который в русский язык вошел как пакт Молотова-Риббентропа, в немецком языке как пакт Гитлера-Сталина. В тайных протоколах этого пакта Восточная Европа была поделена между Гитлером и Сталиным, между Советским Союзом и нацистской Германией. 1 сентября 1939 года начинается Вторая мировая война. Гитлеровские войска входят в Польшу. По окончании Второй мировой войны немцы были изгнаны из Германии, я имею в виду мирное население, граница Польши была подвинута на запад, и Германия лишилась многих своих исторических территорий. Новая граница проходила по рекам Одер и Нейса, о ней на букву О. Новая граница не была признана Федеративной Республикой Германии до 1970 года. Рана была большой. После этого жеста, после коленопреклонения в Варшаве, она наконец-то была признана. Это не каждому нравилось в Федеративной Республике Германии, а особенно тем людям, которые вынуждены были бежать со своих исторически насиженных мест и своих квартир, домов, городов. Однако Вилебрандт говорит, «Я ничего не проиграл того, чтобы уже не было проиграно Гитлером». Почему он это делает? Почему он встает на колени? Коленопреклоненный канцлер – это жест, который показывает миру новую Германию. Вилебрандт повторял, что он хочет, чтобы Германия, западная Германия, была бы народом добрых соседей, как внутри, между собой, между всеми различными группами населения, так и наружу, со всеми людьми, со всеми странами, со всеми континентами. Однако он также говорил, что ни одна нация никогда не может жить без гордости. Но эту гордость он бы хотел видеть в должной мере, без высокомерия по отношению к другим, но в то же время с уважением по отношению к другим, ко всем людям на земле и ко всем нациям. Такой он видел новую Германию. И такой быть она уже готова. И это коленопреклонение показывает эту готовность, показывает готовность к тому, чтобы взять ответственность за все преступления, совершенные в прошлом. Принять этот стыд на себя, попросить прощения и вместе идти в будущее, чтобы быть тем самым народом добрых соседей. Коленопреклонение в Варшаве. Номер два в нашем рейтинге на букву К. Посмотрим, что скажет Карлсруэ. Последнее слово всегда за Карлсруэ. Город Карлсруэ известен в Германии тем, что именно там находится институция, которая гарантирует демократию в Германии. Номер один на букву К. Карлсруэ и Федеральный Конституционный суд Германии. Конституция Германии в Федеративной Республике Германии была принята 23 мая 1949 года. Тогда же было решено создать орган, который бы охранял, защищал Конституцию, чтобы избежать того, что произошло после прихода Гитлера к власти, когда старая Конституция продолжала существовать, но фактически была разрушена всеми новыми законами и положениями, принятыми национал-социалистами. Поэтому создается Федеральный Конституционный суд. Он защищает Конституцию и благодаря этому защищает граждан от возможного государственного произвола. Федеральный суд Германии состоит из двух сенатов. В каждый сенат входит 8 опытных судей. Судьи избираются с одной стороны парламентом Бундестаг, а с другой стороны Советом Федерации, Бундесраад. Судьи Первого Сената решают те вопросы, которые касаются основных гражданских прав. Суд может подать Конституционную жалобу любой гражданин. Второй Сенат решает все остальные вопросы. Что значит любой гражданин может подать Конституционную жалобу? Это значит ровно столько. Правда, любой. Известен случай, когда заключенный на обычной почтовой открытке подал Конституционную жалобу в суд о том, что его камера слишком тесная. А это противоречит первой статье Конституции. Достоинство человека неприкосновенно. И он выиграл дело. Обыставать Конституционную жалобу непременно нужно. Тогда дело примет ход и, возможно, вы выиграете. Решения, которые принимает Федеральный Конституционный суд, неоспоримы и окончательны. Это действительно высший орган. Федеральный Конституционный суд имеет право отменить уже принятые законы и положения. Так, например, в 1995 году Федеральный Конституционный суд запретил принятое и существовавшее уже десятилетиями положение Федеральной земли Бавария о том, что в каждом классе школы должно висеть распятие. Или более близкий случай после терактов 11 сентября в Соединенных Штатах Америки и в Германии был принят закон о том, что можно сбить самолет, если он представляет террористическую угрозу. Нет, решает Федеральный Конституционный суд, поскольку тогда мы ставим жизни одних людей выше жизни других людей. Федеральный Конституционный суд Германии. Номер один в рейтинге на букву К. Если хотите узнать больше о том, как функционирует немецкий порядок, как Германия пришла к тому пониманию демократии, которые у нее существуют сейчас, почему это всегда игра свободы и порядка, то слушайте мою лекцию. Это мое право, свобода и порядок о немецком отношении к свободе и порядку. До новых встреч в немецком алфавите! С вами была Юлия Вишкин.